Ну знаешь, с одной стороны и страшно, а с другой стороны ты счастлива, потому что когда вытащили моего ребенка, он был как смурфик, прям такой синий-синий, я прям охренела, я охренела, конечно, я лежу такая вся в крови, и мне дают этого ребенка. Так, привет большой с Ростова, хорошего вечера, хорошее число, да, 21.09, 7.21.09, да, кстати, Катя, классное число, 21.09.21. А я родила 9.07.21, интересно, насколько она родила. Ростов, тебя любишь, спасибо. Что у тебя с глазами, где ты фильтр такой? Нет, это не фильтр. Ребятки, ну в общем, еще раз поздравляем Клаву с рождением сыночка. Ой, ну наконец, ну все. Теперь материнство, семейная жизнь. Ребенок есть, все, отстрелялась. Сегодня Рождество Богородицы. Поздравляем Богородицу с Рождеством. А, куда вы едете? Ну что, куда вы едете? А, то, что Клава родила в день Богородицы? Ну, это хорошо, что она родила в день Богородицы. У него совершенно нездоровый взгляд. У кого? У кого нездоровый взгляд? Про твоего сына спрашивали, что моего сына нездоровый взгляд. Не знаю, у нас все нормально со взглядом. Блин, скорее вы посмотрите на Клавиного малышечку. Я представляю, какая она сейчас счастливая. Какая она сейчас прям вообще одухотворенная. Как она ждала. Все, Алин, тебе родили дружочка. У тебя теперь дружочек есть. Наши сыновья будут дружить. Клава родила мальчика, а не девочку. Не путайте меня. Чего вы пишете дезинформацию тут? Нравится макияж. Ну, я бы его доработала. Я хочу его доработать немножко. Серги и макияж красивый. Блин, я так долго искала серги, которые будут универсально подходить ко всему. И я нашла такие серги. Я теперь знаю, какие серги мне подходят. Я хотела такие серги, которые бы подходили под мой такой универсальный стиль. Я нашла такие серги. Они, видите, они не совсем, ну, они не такие кричащие. Они не такие кричащие. Они вот такие, они как бы, ну, они милые. Они миленькие, аккуратные и под спортивный стиль подходят. И смотрятся очень дорого. А покупала я их за 300 рублей, ребят. Купила серги за 300 рублей. А смотрятся как будто бы, я не знаю. Блин, я бы хотела, чтобы мне мужик, чтобы мне мой мужчина в будущем подарил вот такие вот сережки из хрусталя. Из горного хрусталя, например, такие сережки. Они такие классные. Ну, смотрите, какие классные медвежатки. Просто. Таких бы вот еще сережек всяких разных. Я вот такие люблю. Которые вот так вот мочку прикрывают. И ушко у тебя очень аккуратно смотрится. Смотрите, как очень классно смотрится. Очень хорошо делает ухо. А лучше из бриллиантов, да, лучше из бриллиантов. Но ничего, все впереди у нас. Бриллианты наши с вами и так далее. Дорого смотрятся. Да, вот я люблю такие вещи, которые вот вроде бы ты покупала дешево, ну, недорого, а смотрятся они дорого. И я люблю такие вещи. Это очень круто. Я специально всегда такие вещи подбираю, которые вот... Я всегда вот... Все люди всегда думают, что я очень дорого одеваюсь. Но я на самом деле одеваюсь недорого. Я одеваюсь достаточно очень экономично, но при этом, как бы, я всегда подбираю такие вещи, которые будут смотреться дорого. Не покупаю я то, что смотрится дешево. И хочу сделать себе татуировку на пальцу теперь. Такую. Типа. Не знаю, просто мазню. Клава родила. Ура. Ты не выглядишь дорого, дорогая. Да? А кто выглядит дорого? Я выгляжу дорого. Я говорю, что я не покупаю вещи, которые смотрятся дешево. Супер дорогая. Да, я супер дорогая. Ким Карандашьян, например, выглядит дорого. Я не хуже Ким Карандашьян. Вообще. Совершенно не хуже Ким Карандашьян. Я считаю себя вообще лучше, чем Ким Карандашьян. И что теперь? Я считаю, что я икона стиля вообще. Я задаю тренды, я задаю моду. И вообще все равняется на меня. Все? У каждого свое представление о том, что дорого, а что дешево выглядит. Это реально так. Поэтому самое главное, выглядит не дорого, а так, как тебе комфортно. блин, у меня хотя бы ребенок выспится сейчас. Сейчас он выспится, у меня ребенок сейчас выспится, а ночью мы не будем спать. Да, пупсик мой? Ночью мы спать не будем, да? Потому что он в машине с мамкой выспался. Да, сережки мне тоже нравятся. Блин, самое главное, это заниматься любимым делом. быть быть человеком, с которым тебе нравится, с которым тебе комфортно. Самое главное, это твой эмоциональный комфорт. Не важно, как ты одет, не важно, что ты чувствуешь. Ой, что ты чувствуешь? Гора. Так, тихо, подождите. Сейчас я скажу умную мысль. Подождите, я тут собрала... Сейчас я... Подождите, сейчас мне нужно высказаться, высказать эту умную, гениальную просто мысль. Вот. Мысинка моя, хорошенькая. Представляете, он спит и ржет во сне. Это вообще нормально? У меня ребенок спит и улыбается. Типа... Нормально, когда ребенок во сне ржет, смеется. Киска, поделись со мной, что там тебе снится? Снится. Я тоже хочу. Блин, я на самом деле, я кайфую от того, что у меня вот татуировка луны и так далее. Я для своего ребенка самый лучший аниматор. Ну, то есть, мой ребенок всегда приходит домой, а тут уже, понимаете, тут уже клоуны на месте, понимаете, не нужно никого вызывать. Моему ребенку только кайфово. Мама с луной. Я говорю, мама с луной, клоуны дома на месте, все хорошо. Ребенку моему по это, пофартануло. Так что, не переживайте, если думаете, что... Так что, не думайте, что мой ребенок будет как-то позориться в школе. Нет, он скажет, моя мама меня развлекает. Я очень счастлив, что у меня такая мама. называешь себя клоуном. А что? А что? Я развлекаю людей. Я дарю людям радость. Это же прекрасно. А как себя надо называть? А как себя нужно называть, как не клоуном? А как? Ну как? Ну как? Унылое дерьмо? Унылое какашка? Мне кажется, клоун, это такое существо, которое дарит людям счастье, радость, улыбку. Когда смотришь на клоуна, возвращаешься в свое детство какое-то. То есть, все такое красочное, все такое яркое. Ну, почему у вас вот клоун, ассоциация с чем-то плохим, с чем-то негативным? Ну, то есть, родители, наверное, вас воспитывали так, что всю жизнь нужно быть вот таким вот серьезным дядьком. Что плохого, если ты себя называешь клоуном, особенно для своего ребенка? Счастливая женщина может тоже дарить счастье и... Ну да, счастливая женщина, да. Счастливая женщина тоже может дарить счастье. Ну, я счастливая женщина. И клоун в одном лице. И что? Короче, слушай, у нас с тобой эти разные миры. Давай не будем спорить. Ну, так назови себя счастливая. Луна, так, ты не будешь мне указывать, как мне себя называть. Но, но, но. Хорошо, ладно, окей, я не буду, я не буду с тобой спорить. Окей, я счастливая женщина. А луна это дополнение. Все, я сделала, как ты хотела. Все. ура, что. Ура, 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 ура. Родила, arts Cisco, теперь я мама. А так, ближай, к полю, чудо. Ну, что, ребята, я родила, теперь я мама. А так, ближай, чудо. Ну, что, ребята, я родила, Ну что, ребят, я родила, теперь и мама. Посмотрите на эту счастливую мочку. А там лежит какое чудо? Ну что, ребят, я родила, теперь и мама. Ну что сказать, у меня начали сильные сварки, но мы едем в роддом. Тяжело. Ну что, ребятки, началось, Клава рожает. Клава, давай! У меня мражки. Fucking the shit, как будто я сама рожаю сейчас, просто сама только что родила и прям, я не знаю. Oh my god, oh my god, my best friend родила. Привет, Сиря, поздравляю, Клава. Ответь, пожалуйста, отвечаю. Отвечаю, спасибо большое за поздравление. Блин, такой человек, как будто я муж Клавы. Куда ты едешь? Я вот катаюсь, пока эфир не закончится. Сейчас час пройдет, эфир закончится, и я не могу от вас отлепиться. Представляете себе? Так я люблю проводить прямые эфиры, так мне нравится с вами болтать. Sugaring, 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 Катрин, Sugaring, Катрин, игнорируешь. Sugaring, Катрин, Sugaring, Катрин, игнорируешь. Что я тебя игнорирую? Что, 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 что ты задала? Ты рада, что стала мамой? Тебе нравится эта роль? Да. Да, мне нравится. Sugaring, Катрин. Я даже пропиарила тебя. Да, мне нравится. Такая красивая. О, боже, благослово, спасибо. Кстати, я купила тут, знаете что? Я тут купила подводку. Всякую разную закуску, подводку. Я купила. А, сегодня будем делать распаковочку. Я купила себе вот такой вот нюкс. Как правильно, нюкс или никс? Как правильно косметика называется? Нюкс или никс? Я вообще не бьюти-блогер. Ни разу. Но раз уж вы меня просите сами делиться всякими разными бьюти-хренями, ну окей, давайте я с вами поделюсь. Да, что ли. Никс, никс, никс. Уверена, да, что это никс? Ладно. Почему через у пишется? Почему вот говорится никс, а пишется через у? В чем прикол? Почему не нюкс? Нукс? Нух. Почему не нюх? Короче, давайте я буду называть теперь это нюх. Нюх. Косметика нюх. Я тут купила косметика. Вот угариваем вот так. Вот этот вот, короче. Подводка от нюх. Короче, ребята. Я же креативная женщина. Ребятки, смотрите, какой он классный. Перекрывает. Короче, ребят, я как-то подвела себе не очень круто, но посмотрите, как красиво. Как у жопы силы. Так. Так, цена на косметику нюх. Блядь. Короче, я рукопопой. Я просто рукопопка. Рукопопка. Рукопоп Селена. Не получается у меня красиво и ровно рисовать. Я нарисовала, просто посмотрите, что это такое. Блин, вообще. Ребят, теперь у меня есть розовая вот такая вот луна. А, я еще, знаете, что сегодня прикупила? Ладно. Сегодня буду снимать распаковку. Косметика нюх. Ну да, нюх. А что, не нюх? Написано нюх. Ну нюх. Нюх. Кажется, чем тебе татуировка на лбу? Чтобы отличаться от людей, ну, чтобы отличаться, чтобы люди понимали, что вот я Селена, со мной нужно очень осторожно, потому что я непредсказуемое существо. и вообще как бы я Селена, вот, потому что сразу, вот видите, татуировка луны, видите, сразу Селена. Как, знаете, вот, когда вот экскурсия идет, экскурсию, когда проводят, там вот флажочек, там типа, наша группа здесь. Вот я тоже, если что, я Селена. Не путайте меня, пожалуйста, ни с кем. Я Селена, долбанутая с луной на лбу. Я Селена, 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 пожалуйста, не путайте меня ни с кем. Вот да, именно я, именно я, я Селена, все. Знаете, когда вот я была маленькая, у меня сестра была, ой, у меня сестра, точнее, она у меня есть. Так, и не дай бог, чтобы она еще была очень долгое время со мной в этой жизни. Вот. Короче, и нам мама, когда покупала что-то одинаковое, она помечала это. Ну, то есть, например, покупает, там, расческу какую-то, две одинаковые расчески, да, ну, и помечает там, что там на этой вот расческе, там буква Е, это значит, буква Л, это значит Лена, а на этой, значит, это Селена, как бы, это Алла, вот и все. Есть такое средство для унитаза, Селена, ну, это средство, между прочим, убивает, убивает бактерии, делает унитаз чище, а что? Я вообще-то, между прочим, королева унитазов была, чтобы унитазы были чистыми, чтобы на унитазы там не садились, там, чтобы не валялись прокладки, я не против, что, но зато, смотри, зато, как запоминается средство, хорошо, Селен, представляете себе, Селен, уже запоминается, уже ассоциация со мной, понимаешь, это же маркетинг, вы не понимаете это, вы не понимаете, Селен, вот знаете, вот ребята сразу, они такие, они не стали долго, куда-то до около ходить, на Дом-2 появилась Селена, которая всех мочила за грязь, говно, дерьмо и так далее, и люди, маркетологи, компания не растерялась, они взяли и присвоили себе название Селена, и как выстрелила, теперь все это средство покупают, и сразу вспоминают про меня, что это, наверное, Селена с Дом-2, с Дом-2, наверное, Селена выпустила это, это средство, зовут Елена, меня звали Елена, потом я переименовала себя на Селену, сама, у меня в паспорте стоит имя, Селена, нет, не Елена Заботина, неправда, моя фамилия была Незаботина, это 100%, вы же знаете, что я не вру, я не стану вам врать, Незаботина, мне это не так. Так, я не могу сказать, как в границе, и мороженое мороженое вот с карамельным этим с карамельным штукой вот с этой да, да, все сколько стоит заказ? 100 отлично хотела бы еще ребенка и замуж блин, я хотела бы замуж за надежного человека расскажи про родителей это если запретная тема если что, про кого могу рассказать это про папу папа всегда был открытым человеком он всегда во всем меня поддерживал в любых моих начинаниях и никогда меня ни за что не осуждал но, к сожалению, он умер вот, он приходил ко мне, нашел он всегда поддерживал меня во всем всегда я во всем поддерживала к сожалению, он умер царство ему небесное а, про маму мама запрещает про нее что-либо рассказывать поэтому я про маму ничего не рассказываю мама не разрешает про нее рассказывать поэтому, если однажды я захочу сделать маме подарок я не смогу показать ее лицо она никогда не показывает свое лицо нигде ни при каких обстоятельствах она это не любит делать почему отец в квартиру ты же говорила, что он бизнесмен да, он бизнесмен да, он зарабатывает хорошо ну, я не знаю, почему пока не знаю может быть, у него есть какие идеи я бы хотела, чтобы у меня была своя крыша над головой собственная но это он, знаете, он хотел сделать мне ремонт было бы хорошо, если бы вообще он взял ипотеку и все причем, если бы взял бы ипотеку и потом бы сыну эта ипотека бы досталась после 18 лет сыну исполнится и сразу потом квартира досталась бы сыну и все я думаю с ним поговорить на эту тему думаю не знаю, ребят я сама уже задолбалась здравствуйте еще раз кто-то говорит ипотека классно кто-то говорит ипотека говно ну, то и с каждым из моего я сама задолбалась но써... знаете, я не знаю burl Не вариант мне вот так, знаете, вот так вот сейчас вот садиться, что-то там плакать и что-то там, я не знаю. Не надо, не ставьте, пожалуйста, в этот подстаканник. Бля, не ставьте, можно не ставить, уберите подстаканник, и у меня все вываливается из него. Спасибо большое вам. Если брать ипотеку, то брать ипотеку с хорошим взносом, потому что потом такие проценты набегают. Ну, с другой стороны, с другой стороны, ну, ты же, ты брешь ипотеку, платишь за свой комфорт. Слушайте, там вроде бы сейчас решаются вопросы, я не знаю, в какую сторону они сейчас решатся. Будем ждать. Потому что наши ипотеки, я думаю, были такие мысли. Но ипотека, это, не знаю, это, мне кажется, вообще не расслабиться. Ты будешь жить, жить и работать на эту ипотеку. Дай бог, чтобы с тобой еще ничего не случилось за эти 20 лет. 15 лет. Блин, тут у меня магазин на районе. Новый открылся, я зашла даже не заметила. А тут 15 лет. В интернете доход, но... Ребята, я же говорю, что... Я же говорю, что за 15 лет может произойти все, что угодно. Не знаю, думаю, если брать ипотеку, то пускай... Отец ребенка на себя ее берет. Оформляют. Оформляют. Оформляет. Оформляя. Продолжение следует... 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 Ребят, рано еще что-либо говорить про Лешку Адеева рано. Я всегда смотрю, я не сужу никогда по человеку по прошлому, ну то есть я никогда не сужу человеку по прошлому, я никогда не сужу человека обратно, потому что он там тебе обещает. Я всегда сужу человеку по тем поступкам, которые он делает в данный момент. То есть по настоящим поступкам, которые сейчас. И я за это только человека оцениваю, а то, что он мне там наобещает, типа да, я там, да, завтра, да, вот так вот я тебя сделаю, нет. Я смотрю вот сейчас, что он сейчас для меня делает, вот конкретно в данную минуту, что он делает, как он себя проявляет. Ну и конечно, там, не знаю, по отношению в прошлом ко мне. То есть я, конечно, да, смотрю на это. Сама машина купила, да, сама? В настоящем у Адеева ничего. О, а зачем тебе это? Ребята, я, смотрите, я не выбираю себе мужчину, потому что там есть у него сейчас что-то за душой, нету. Самое главное его амбиции, его цели. Понимаете, сегодня у человека может быть ничего, а завтра у него может все появиться. Ну ведь нужно просто увидеть стремление. Если ты видишь у этого человека стремление к чему-то идти, прийти, то это же хорошо. Если там, например, чувак, там, упоротый, там, наркоман, который ни хера ничего не хочет делать, там, не знаю, либо пьяница какой-нибудь, да, который постоянно бухает, ничего не делает, вот ты постоянно с ним мучаешься. Это один вопрос, да, и типа он еще бомжует, это один вопрос. А если чувак, ну, как бы на трезвике, там, как бы что-то там как-то пытается сделать, с трезвой головой подходит ко всему, то...